есть уникальная возможность посмотреть что же здесь представляет из себя шведский стол на ужин я в принципе уже ничего не жду мы взяли сейчас с оксану бутылку вина чипсы с собой выпили до этого иран ну пойдемте посмотрим чем же кормят в этой бюджетной пятерки на ужин вперед на улице я вижу сейчас опять огромную-огромную очередь зачем же это люди стоят сейчас мы с вами спустимся все посмотрим все узнаем что происходит и почему такая капитальная очередь стоит зачем сам она же начался но почему-то очередь уже на улице стоит таким вот образом выглядит сладкий стол вот таким вот образом выглядит фрукты но во всяком случае винограда много на ужин яблок много на ужин это уже очень-очень радует сейчас пойдем с вами посмотрим зачем же там люди стоят у нас так 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 очередь стройная а слушайте это еще уже не начался уже не начался люди уже стоят это готовят макароны 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 с разными добавками с чем только ни с чем а ужин восемнадцать тридцать так айдон спик энглес а вот это вот это вот это все вот за одним зачем-то стоят люди за одним зачем-то это стоят за рыбой это тоже стоят за рыбой и это тоже все стоят за рыбой в общем до начала ужина еще 15 минут и в общем это все за рыбой оказывается очередь и за кабачками в общем смотрю у многих стоят бутылки с вином за столом почему да потому что пить весь местный алкоголь который они предлагают невозможно он ведь у людей бутылочка с венцом у меня бутылочка с венцом жима это конечно жесть это конечно жесть ребят такую очередь стоять за рыбой но вы ее конечно получите но очередь отстоите так здесь еще 10 минут сейчас нужно найти какое-то место где мы сегодня присядем с каким красивым видом нужно найти какой-нибудь большой стол несут тарелками большими виноград наверное надо брать и оксана несет оступился что ли господи и за виноградом тоже лучше нет это очень очередь за виноградом а мужчина да так хотел винограда что ж бедно упал до то ли над нами издеваются то ли мы издеваемся сушки таких очередей я не видела нигде за едой а наверное такая очередь что сейчас это если мы подождем 10 минут наверное уже ничего не будет поэтому все стараются вперед да иван как здесь можно снять шведский стул я вам снимаю очередь рядом со шведским столом здесь даже даже с закусками которые в принципе обычно никто не ест даже за ними здесь очередь нет вот это вот вот это вот не пользуется популярностью смотрите это единственный стол где нет очереди ты пошел в очередь ну ванька может быть тебе действительно нужно было в такой отель где очереди есть и где нужно постоять очередь за едой в общем я в шоке я в шоке слушайте а у хидев вот есть еще отель ваня аккуратно отойди пожалуйста есть еще отель хидев там еще ниже рейтинг вот мне интересно там дерутся что ли за еду почему там еще ниже рейтинг рыба есть капуста цветная есть в принципе везде одинаково самое первое это макароны и фасоль так ну в общем вот это я взяла без очереди как бы вот за этим очереди нет сами видите зелень и рис за всем за остальным но причем вот смотрите сейчас как бы начало ужина да в принципе уже практически даже и но не такие они уже и большие то и там тоже меньше стало то есть я даже не пойму виноваты сами люди или виноваты все-таки турки как-то все сделано не так или а потому что потом не пополняется все это дело почему с чем связан вот такой ажиотаж именно к началу ужина что потом ничего не остается люди торопятся но мы понаблюдаем конечно за все это время но вообще странно странно такое я вижу впервые чтобы толкались за макаронами в общем мы сейчас смеялись ну вот видели этот момент как мужчина бедно упал пытался добыть виноград и упал в бассейн потому что это больше похоже на добычу люди здесь вспоминают свой первобытный такой инстинкт то что пищу нужно добывать здесь вот такие вот прям толпы толпы за ней ломятся и я говорю давайте порассуждаем вот видите очереди ну понятно хочется рыбы поесть в отпуск приезжаешь ну вот мы рассуждаем почему так то есть как бы ну в принципе еда то есть да ну вот есть зелень там ну то есть как бы голодный не останешься есть макароны вот допустим сейчас очереди уже нет там подходи бери но как вот люди просто очень-очень сильно хотят мяса как вы думаете почему очереди то есть как бы они искусственные какие то что сами люди такие или потому что все таки как то вот не хватает этой еды ну то есть ты думаешь что хромает организация ну а ты не думаешь что они просто экономят таким образом экономят и вот это искусственно все таки создано для ради экономии на битву идут люди идут на битву да то есть все хотят получить сейчас конечно все уже сидят мирно чинно кушать все добыли еды но за форелью стоит но это просто я не любитель рыбы слава богу что я небольшой любитель рыбы и как бы мне достаточно вот там рис но мы сходим в город для разнообразия попробуем поужинать там где-нибудь ну не в город а в поселок к нам не знаю у нас хорошо Иван он суп поел чуть-чуть он поклевал риса и все он уже он сидит видите наелся вот с ним можно вообще в двойку ехать ему там будет все равно он там найдется и еды наестся Ваня в двойках иногда лучше чем в пятерках тебе гарантирует там ты ходишь по кафешкам везде сам себе берешь то что ты хочешь и не добываешь еду ее тебе приносят очень большой очень большой отель отель большой ты думаешь просто персонал не справляется да да ну я честно говоря даже не знаю но думаю что здесь и экономия конечно сказывается с одной стороны а с другой стороны все таки в селекте нет так ну может летом там Оксана мы же там были не летом а вот в соседнем мы сегодня с девочкой познакомились она нас смотрит иногда Яна она с Германией и вот соседняя у нас четверка отель и она сказала что у них такого нет но там вот напополам и немцы отдыхают и русские и это четверка и тоже на берегу моря у них такого нет а у нас вот здесь но только не надо там жалеть нас что мы в таких условиях мы в разных отелях отдыхали как бы мы наелись нам да нам даже в принципе это как бы наоборот хорошо что мы там немножко вес сбросим да здесь может быть будем больше ходить двигаться плавать купаться воздух воздух море то все одно для всех мне просто на очереди допустим не хочется полчаса стоять за фото ну просто нет жена я не очень тратить время тебе не хочется унизительно нет но немножко унизительным все таки стоять в очереди ну вот я не знаю в общем напишите что вы думаете в ваших комментариях мы сейчас покушаем пойдем гулять нам нам вот нам нам много не надо наоборот хотим разогрузиться в общем что я хочу сказать сейчас у нас 19-27 везде уже рассесались все очереди прошли рыбу там по моему уже хотя стоит он может быть жарит все уже наелись и все уже разошлись человеку вот самому по себе чтобы наесться очень мало надо но кому-то кто к чему привык кому-то нужно мясо тогда конечно очень плохо кому-то хватает зелени риса ну то есть как бы такой обычной повседневной еды вот что бы мы получили если бы мы сейчас остались дома да мы бы сидели там у нас тоже был бы гость рис допустим вечером мы бы смотрели обычно какие-нибудь передачи на ютубе сейчас мы пойдем гулять мы пойдем гулять на улице тепло отлично погода в любом случае здесь все пропитано морским воздухом сейчас я хочу показать вот сейчас времени у нас половина восьмого вот что делается со столом раздачи сейчас я вам покажу вот смотрите через полтора часа после начала ужина блюда пополняются вот видите сейчас принесли один наполнили поддон второй пополнили поддон то есть вот сейчас пожалуйста все есть то есть я все-таки думаю что люди сами искусственно создают вот эти очереди в начале вот эту давку вот эту непонятную давку потому что вот сейчас в принципе еще еды достаточно а фрукты ну-ка давайте посмотрим как там мужчина у нас падал из-за винограда стоило падать из винограда нет виноград лежит яблоки лежат причем винограда много то есть как бы тоже можно было в принципе и не падать мы сейчас пойдем на прогулку прогуляемся здесь посмотрим что есть в округе сам по себе отель красивый я не понимаю что то видимо здесь все-таки делают не так не так почему вот это вот это у кучка если бы немножко все-таки бы его доработали для нашим граждан могло бы быть гораздо лучше ну не знаю концепция отеля такая видите коврик поправили сейчас работники все познается в сравнении ну вон девчонки то наши все сидят как хорошо прекрасно просто Турция то как хорошо влияет смотрите значит вон видите табличка select resort отель мы перешли вот по такому верхнему переходу и перешли на другую дорогу здесь начинается уже вот такая вот торговая улочка с большим количеством разных магазинчиков ну довольно таки длинная магазинчиков здесь много так что вечером в принципе есть тоже чем заняться как просто походить поглазеть посмотреть что сколько стоит какую стоимость там туры кстати продают какие то вот цена на полотенчики 5 долларов 12 долларов большие если полотенце тоже 12 долларов вот такие вот торговые магазинчики разные ну знаете ассортимент везде я уже как бы привыкла к этому ассортимент везде один и тот же в принципе вот практически ничего новенького не встречается просто здесь некуда идти больше вот мы поэтому идем гуляем вдоль торговых точек рассматриваем смотрите очки от 5 евро стоят сейчас может быть если что-то интересное встретиться сейчас вот эти сумки сейчас многие стали покупать на поиск которые одеваются причем и мужские и женские кошельки подделки под луи виттон от 5 евро сувенирные вот эти вот кошелечки 1 евро причем говорится 1 доллар 1 евро приравнивается у них разница там есть тарелки клубника 1 килограмм 1 килограмм 3 с половиной доллара опять-таки либо 3 с половиной евро либо 21 лира радует только одно что клубника находится в холодильнике так здесь у нас гранатовый соус тоже 1 доллар мед с орешком 3 доллара мыло 5 евро ой боже ты мой смотрите на маленьких какие маленькие джинсовые костюмы прям совсем малепусенькие смотри Вань какие малепусенькие костюмчики джинсовые а пойдем здесь же где мы сегодня купались Руби Платином да здесь рядом наш соседний отель это Руби Платином очень хороший отель отличные замечательные у него отзывы ну мы у него к сожалению здесь дошли мы до сюда здесь вообще прям хорошо хорошо а вам здесь нравится? да и нам нравится это все наше так это Авсалар Авсалар и здесь вот такая вот видите огромная-огромная торговая улица мы со зрителями с нашими давай сейчас мороженое посмотрим вот такое здесь какое есть такое не любишь что Ванька ой тихо поехала у тебя все выбирай какое хочешь здесь аптека мы хотели здесь шампунчики посмотрите у меня уже шампунчики все закончились я хочу докупить сейчас шампуни посмотрите сколько они здесь стоят в аптеке Мань может какой-нибудь напиток а сейчас ну мороженое ледяное вот и так кашляешь горло у тебя болит давай какой-нибудь напиток возьмем или чипсы какие-нибудь или мармелад пойдем посмотрим в магазине а? ну а мороженое а мороженое ледяное понимаешь горло заболит ладно нормально только пойдем вон посмотрим в магазин только его будет мало ну как мало нормальный тут много сладкого нельзя диабет будет ты че вот смотри что здесь есть выбирай возьмем какой тебе нравится так сейчас зайдем в аптеку посмотрим наши шампунчики которые я люблю вот они видите да ландали целая серия здесь стоит ну в аптеках по крайней мере фиксированные цены да ну а на улице и 5 долларов и 6 долларов и 4 доллара в общем везде абсолютно разные цены не знаешь по какой цене лучше взять а это а это что за фирма с улиткой не помнишь это мы с тобой брали классное ну что-то такое вот что-то было такое да ну вспомнили это крем для тела по-моему да да мне подарили но ты говоришь такой органов бьёша да а где этот крем бьёша сам бьёша крем а его здесь нет это вот для тела вот это вот оно оно как с маслом это вот со слезью улитки я смотрю какая-то косметика коллаген вот коллаген какой-то я не пойму что это такое а фейс-крем крем для лица с коллагеном простой ты знаешь вот на самом деле я так делаю лучше чем проще тем лучше вот кстати биоша это что для рук что ли для лица и для тела насколько я понимаю но это хорошие кремлины среднего качества я пользовалась в принципе мне понравился сейчас подожди мы не знаю средний нет а вот эти вот для сухих волос есть какие-то для сухих волос для повреждённых для повреждённых для повреждённых для повреждённых вот а мне две пары здесь наконец-таки есть русскоговорящий хоть сотрудник который понимает что у вас не очень тихая не тихая тоже жирная это с органовым маслом получается? да очень хорошим полезным знаете как хорошо работает зацена вас посмотрите у вас зацена только сколько а у вас в аптеках фиксированные цены или нет? это же аптека я вам уже конечные говорили они у вас восемь с каждым семь конечных и больше семь они уже скишены я сама возьму там это старый ну вот я вам свежий вот просто понюхать ну он очень хорошо пахнет я сама им пользую ночью это это делает кто? турецкая эта фирма? да? он выпьем это самый лучший а где вот этот фирма? gardenergan ой крем если кому-то понадобится я купила себе два шампуня на этот раз и два кондиционера ну думаю что кондиционер потом ещё прикуплю по 4 доллара здесь 4 доллара никак высчитать не могу но если по 60-240 получается ну 240 хорошая цена конечно ну они действительно хорошие то есть мне вот нравится качество да как там волосы и хорошо вот все освежает вообще мне вот эта улица очень нравится а здесь смотри покушать можно надо леночка лечить волосы вечером все светится все переливается такими шариками красивыми светящимися мы сейчас до них дойдем вместе с вами гирлянды как будто говорю в новый год да попал? так красиво очень красиво очень красиво а здесь у нас смотри можно покушать и посмотреть футбол нам с тобой везет на спортивный клуб мы тогда в Анталии еле нашли где нам притулиться покушать здесь со спортивной а здесь мы тоже хотим куда-нибудь сходить в какой-нибудь ресторан но далеко разумеется до Алании вот кто спрашивает там до Алании до Алании нам надо ехать ехать нужно на Далмуше на Далмуше в Далмуше с Ваней которого укачивает понимаете мы конечно же в Аланию съездим но не знаю с Ваней без Ваня но один раз скорее всего а так шибко ты не наездишь хоть и проезд недорого стоит но зачем там в принципе в Алании все то же самое что и здесь мы съездим туда в сетевые магазины а все остальное все то же самое и хочу вам знаешь что сказать что здесь цены дешевле чем в Кемере да да вот в этом районе дешевле да с чем это связано то ли это с концом сезона связано то ли это связано с тем что Кемер более дорогой район чем Манжаком хотя здесь тоже очень богатые отели есть но скорее всего что удаленность наверное с удаленностью наверное связано ну как с удаленностью ну вообще мы с Оксаной заметили что в Алании было все дешевле чем в Анталии да да хотя считается что в Анталии товара больше чем в Алании в общем с чем это связано не знаю но здесь цены гораздо меньше но вон обувь по 9 евро по 10 евро сапочка разная здесь вот видите шлепки разные по 10 евро ну 990 я считаю 10 евро с этой стороны тоже ух ты понимаешь серьезно не очень в этом году тоже что-то как-то мех в общем мы идем слушайте этой улице конца и края нет она огромная 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 торговая улица а мы все еще идем и ищем этот турсель несчастный правда нам сказал там парень что он закрыт уже турсель это ты думаешь там написано потому что мы с ней как два лоха можно сказать две лохушки пошли без паспортов ведь я же знала что нужны паспорта понимаете ну как вот думаешь здесь на отдыхе видимо мозги отказывают доехать до конакры ехать надо у мужа для того чтобы поехать обратно потому что мы прям переживали что здесь поесть будет негде а здесь посмотрите сколько много всяких этих кафушек и здесь и вот там в кустах тоже ну здесь парк какой-то что ли мы что-то так и не поняли в общем здесь огромное непаханное поле для прогулок гуляй гуляй только единственное что нужно оставлять Ванька с мамой слабое звено мама у нас не может ходить потому что ей уже тяжело а Ване просто тяжело вот турктелеком 25 гигов самое большое 180 лир это с симкой вместе с симкой да 180 лир это где-то 2000 на наши деньги обойдется хочу на море где ласковое солнце туда где пальмы пляжи и чайки над волной где на гитарах зажигают каталонцы хочу сейчас хочу туда с тобой хочу на море где ласковое солнце туда где пальмы пляжи и чайки над Володей ноги